Еще раз добрый вечер в столице России в Москве, 15 часов 6 минут. Это радио Финам ФМ, частота 99,6. В студии Роман Бубаян и сегодня мы говорим о ситуации на Украине. Мы изменили немножко сетку нашего вещания и уже вот еще час будем говорить о том, что происходит в Киеве и в других регионах Украины. Обсуждаем эту ситуацию с нашими экспертами и я все время зачитываю свежие новости, которые приходят по линиям информационных агентств. Вот в данный момент, что происходит на Майдане незалежности, то есть на площади независимости. К полудню среды здесь собралось около 5000 человек. В основном это люди, которые принесли еду, теплые вещи, воду и лекарства, передает корреспондент агентства Интерфакс Украины. Волонтеры раздают маски и респираторы. Вместе с тем на центральной площади Киева находится большое количество людей из так называемой самообороны Майдана. Сторонников оппозиции от милиции отделяет горящий полуметровый вал из покрышек, бревенный досок и вот это вот все я вижу еще и на видеокартинке, которая тоже у меня здесь заведена в студию. Пожар в доме профсоюзов на пятом этаже продолжается. Периодически слышно, как кружится конструкция и падает разбитое стекло. Из зданий пытаются вынести одеяло продукты питания. Периодически слышны взрывы петард. На площади ближе к баррикадам наблюдается скопление иностранных журналистов ряда европейских каналов. Мобильная связь в центре города работает с перебоем. Метро не работает. На территории Михайловского собора обустроен пункт сбора медикаментов. На площади перед собором находится около 300 человек. В самом храме организован ночлег для сторонников оппозиции. Здесь же медики принимают доставленные лекарства. Один из служителей храма рассказал корреспонденту Интерфакса, что к ним поступило свыше 100 пострадавших. И некоторым тут же в храме сделали серьезные хирургические операции. Вся трапезная отведена для помощи раненым. На территории храма находится до 100 человек из самообороны Майдана. Движение по улице Михайловской перекрыто баррикадой. Лежат кучи кирпичей и брусчатки. Это вот такая вот ситуация непосредственно на Майдане. Еще одно сообщение из Львова. На брифинге городской глава Андрей Садовой заявил следующее. Из частей внутренних войск СБУ Украины, Служб безопасности и прокуратуры оружие не крали. Некоторое число оружия украли из помещения райотделов милиции, сказал мэр. По словам Садового, в среду состоялось совещание с руководителем силовых структур, в ходе которого обсудили меры для обеспечения безопасности здоровья и имущества жителей Львова. Такой ситуации за годы независимости на Украине никто не помнит. Поэтому важно, чтобы мы сохранили, чтобы мы смогли даже в этой ситуации, это я вот сейчас вот так вот по диагонали читаю его заявление, в общем нужно сделать все, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. В данное время, сказал Садовой, проводятся работы для того, чтобы перевести систему оповещения, которая отказала во Львове, значит, чтобы привести ее в рабочее состояние. Это Львов. И вот еще одна очень интересная новость. Российские власти пока не могут дать точную информацию о предоставлении Украине второго транша кредита в размере двух миллиардов долларов. Об этом сообщает и Тартас, ссылаясь на пресс-фектаря президента России Дмитрия Пескова. Песков заявил следующее. Ничего пока не могу по этому поводу сказать. Очевидно, что в ситуации, когда экстремисты устраивают то, что происходит на Украине, урегулирование именно этой ситуации является приоритетом. Между тем, 17 февраля министр финансов России Антон Силанов заявил, что Москва планирует выкупить второй транш украинских гособлигаций на 2 миллиарда долларов на текущей неделе. В этот же день ирландская фондовая биржа зарегистрировала гособлигацию Украины на почти 2 миллиарда долларов. Ну и вот я хочу еще от себя напомнить, что кроме вот этого кредита, который Россия выделила Украине, и вот о втором транше которого идет речь, Россия предоставила Украине еще и газовую скидку в размере более 30%. Цена топлива, ну цена на газ тогда установили на уровне 268,5 долларов. До этого они покупали у нас газ за 400 долларов за 1000 кубометров. Вот такая вот еще одна очень интересная новость. И, наконец, последняя новость. И после этого мы будем разговаривать с нашим очередным экспертом. Это Сергей Александрович Марков, известный российский политик, член Общественной палаты России. Но новость такая. Новость такая. Она пришла у нас из Европы. Борозу, значит, Борозу ожидает одобрение ЕС точечных санкций против ответственных за насилие на Украине. Еврокомиссия. Да, 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 да. Да, мы ясно заявили, говорит Жузе Мануэль Борозу, что ЕС отреагирует на любое ухудшение ситуации. Поэтому мы ожидаем, что страны-члены согласятся ввести точечные меры против ответственных в насилии в использовании чрезмерной силы в срочном порядке по предложению высокого представителя Кэтрин Эштон. По его словам, Еврокомиссия потрясена событиями, произошедшими на Украине за последние сутки. И вот, внимание, политическое руководство страны ответственно за обеспечение необходимой защиты фундаментальных прав и свобод. Мы призываем немедленно положить конец насилию и включиться в целенаправленный диалог. В общем, одним словом, вот такой вот сигнал мы получили сейчас и из Европы. Опять во всем объявляют виноватыми, собственно, официальной власти Украины. Опять в очередной раз их призывают держать себя в руках, не идти ни на какие жесткие меры. Иначе, говорит Жузе Мануэль Борозу, будут приняты так называемые точечные санкции в отношении людей, которые, не дай бог, захотят, как мы считаем, навести порядок на Украине и в украинской столице. А теперь, Сергей Александрович Марков, добрый день, Сергей. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот такой вот спектр самых последних новостей. Что скажете вообще? Что вы думаете по поводу того, что там сейчас происходит? Это что, война? Вы знаете, нет, пока это еще не война. Значит, хотя насилие состоялось и оно в какой-то мере будет продолжаться. Значит, честно сказать, я прогнозировал это насилие, что оно будет, к сожалению. И для того, чтобы был компромисс, необходимо, чтобы обе стороны оказались равны, в том числе, с точки зрения возможности применения насилия. До сих пор готовы были применять насилие только оппозиционеры. Янукович всячески уходил от него. В этих условиях ни о каком компромиссе речь не могла идти. Оппозиционеры полагали, что переговоры должны идти об условиях капитуляции Януковича. Да-да-да, они об этом, собственно, и говорили, не скрывая ничего. Значит, когда он продемонстрировал готовность, так сказать, к насилию, сейчас возникла ситуация, способная выйти на компромисс. Поэтому я думаю, что еще какое-то время будет проявлено насилие, а потом стороны выйдут на компромисс. То есть вот такая вот какая-то странная ситуация, Сергей, получается, для того, чтобы стороны пришли к компромиссу, нужно было, чтобы власть каким-то образом показала зубы, да? Чтобы она показала, что она не прогибается и что она готова отвечать. Естественно. Да, естественно. Это первый очень важный аспект, да? Значит, второй аспект связан с тем, почему вдруг внезапно сначала мир, а потом через сутки все к насилию. Чтобы понять это, нужно понять, что как раз здесь сейчас по полной программе работают внешние факторы. Дело в том, что есть два плана на сегодня выхода, так сказать, внешних. План Евросоюза и план американский, насколько мы понимаем. Они разные? Они разные. Да, американский план. Он озвучен, так сказать, их экспертами на экспертном уровне. Любой может почитать, посмотреть. То есть он состоит в том, чтобы, значит, состоялись, значит, было сформировано правительство. Чтобы правительство и премьер было от оппозиции, и большинство правительств были от оппозиции. Так, так. И одновременно изменить конституцию Украины. Урезать полномочия президента. Очень серьезный урез полномочия президента. И вообще начать разговор о досрочных выборах президента, да? Значит, ну и точно, чтобы реальная власть перешла, прежде всего, финансовый блок и силовой блок, перешли под контроль оппозиции. Сменяя Конституции. Кстати сказать, Конституции правовым образом вообще невозможно изменить. Потому что уход вот этой вот, от той Конституции такой, где роль парламента, он состоялся из-за решения Конституционного суда. А парламент не имеет права отменить решение конституционного суда, и даже вот просто так отменить решение конституционного суда сам конституционный суд не может. На это никто внимания не обращает. Никто не обращает внимания. Это вот американский план. Ну, то есть вот этот американский план и реализовался, получается, потому что откуда тогда предложение... Они же тогда и говорили, что давайте, ребята, собственно, пересмотрим вот эту вот историю с полномочиями президента, давайте переходное правительство Порошенко там во главе и так далее. Получается, они шли по этому пути, да? Да, они шли по этому пути. Но почему вдруг ситуация резко обострилась? Потому что до этого лидеры оппозиции скорее склонялись к евросоюзовскому плану. План Евросоюза состоит в том, что должна быть сформирована оппозиционная, такое, знаете, коалиционная правительство из представителей оппозиции, либо из представителей власти. Они должны не прямо сейчас изменить Конституцию, а начать конституционный процесс изменения Конституции, имея в виду, что изменить Конституцию уже под нового, скорее, президента. Да, и иметь президентские выборы не досрочные в этом году, а нормальный срок в 2015 году. А по расписанию в марте 2015? Да, в марте 2015. Достаточно быстро там и так далее. Но представить таким образом Януковичу, в общем-то, какой-то шанс спасти лицо и, может быть, даже шанс выиграть президентские выборы, но уже с урезанными полномочиями. Вот это, насколько я понимаю, евросоюзский план довели до лидеров оппозиции в Берлине. Это вот откуда прилетели, собственно, они вчера вечером, вот на встрече с Ангелой Меркель, и потом все зафиксировали, что как только они оттуда вернулись, началось обострение. Да, после этого они вернулись, насколько я понимаю, посоветовались с американцами. Американцы сказали, да пошлите на три буквы этот Евросоюз, да, мы сделаем по-другому. И даже это сделали, мы помним синхронное что-то. Да, мы сейчас начнем реализовывать этот план, а заодно Евросоюз припрем к стенке. Значит, мы, так сказать, будем использовать как бы насилие. Вы знаете, Янукович тоже будет вынужден использовать насилие, поскольку Евросоюз уже заявили много раз о том, что кто бы кого не убивал, в любом случае мы виновны. Виноват будет Янукович, совершенно верно. Да, значит, то мы припрем их к стенке, они будут вынуждены, так сказать, пойти вот по этому американскому плану. Насколько я понимаю, вот в этом, так сказать, драматизм, как бы изменение ситуации. И главное, таким образом, это внешние вещи. И, значит, плюс есть внутренние. Внутреннее заключается в том, что там есть как бы люди более-менее мирные, Яценюк и Кличко. Они хотят к власти прийти мирным путем, но они тоже делают ставку. На Яценюка делают ставку американцы и продвигают его как главу премьер-министра. Кличко немцы, да. А на Кличко делают ставку немцы и их идею, чтобы он победил на будущих президентских выборах. Но есть Тегнебок. Тегнебок, между прочим, под давлением России и международных организаций, все международных еврейских организаций, стали серьезно оттеснять. Значит, его они пригласили в Минхен, с ними оказалось встречаться к Керри. Его они пригласили к Меркель. Вообще, раньше была тройка, сейчас никакая не тройка. Совершенно верно. Сейчас это двойка. Совершенно верно. Тегнебок видит, что там компромиссы какие-то за счет его. А у него же главные боевики. Ну да. Это сказки о том, что Яков Боевиков никто не контролирует. Боевиков есть неконтролируемая часть, но там есть контролируемое ядро, хорошо организованное, из боевиков не фашистской партии «Свободы». Все-таки свобода. Все-таки свобода. Потому что вот наш с вами, собственно, коллега Леонид Гозман буквально несколько минут назад сказал, что свобода к боевикам, которые находятся сейчас на улице Киева, не имеет никакого отношения. И что все это там неконтролируемая история из организации «Правый сектор». Вы знаете, правы и я, и Гозман. Потому что боевики «Свободы» находятся не на улице. Они сидят в помещениях. Вот они сидели на пятом этаже до сегодняшней ночи. Дома профсоюзов. Дома профсоюзов. Сейчас где-то еще они расположились после того, как там сгорел пятый этаж. Но они сидят, так сказать, настоящие, так сказать, вот боевики, хорошо организованные, вооруженные сидят. И когда им надо, они подключаются. Когда там вот эти слабо организованные, так сказать, легкая пехота боевиков, она там, так сказать, бегает по улицам. Но настоящие, так сказать, бои происходят только с участием этой партии «Свободы». Они вот в эти мелкие спички не ввязываются. Я понял. Но когда нужно атаковать, то вперед идет «Свобода». Я понял. Вот получается, Тигнембока так отодвинули технично. И те, и другие. В общем, никто с ним больше дело иметь не хочет. По крайней мере, в публичном пространстве. И что его это устраивает? Как вы думаете, какие шаги он может предпринять? Он предпринял шаги, значит, утром во вторник, 18-го числа. Когда, так сказать, тогда поставили на голосование оппозиция. Точнее, не поставили на голосование, а сказали, давайте вставим в повестку дня вопрос о переходе к старой Конституции. Не правовым образом, но им все равно на это. Да, да, да. Значит, партия регионов сказала, не вставляем. И вдруг мы узнаем, оказывается, вставлен этот вопрос в повестку дня. По всей видимости, партия регионов уже прошло какое-то предательство. Я думаю, честно говоря, что спикер, так сказать, там рыбак совершил это предательство. Ну или еще кто-то. Еще надо подумать. Вы знаете, Сергей, я когда, простите, я когда слышу, что вот в такие вот трудные моменты для какой-либо страны, когда развиваются вот так вот активно события, один из руководителей государства вдруг резко заболевает, я понимаю, что на этого человека уже можно не рассчитывать. Вы видите, я к тому, что слышали, да, сообщение о том, что спикер Радо у нас заболел. Да, я думаю, что на самом деле на него надоели американцы, так сказать, он предал, так сказать, да. Ведь американцы сейчас какой план? Все в парламент. Они говорят, ребята, мы уже купили там депутатов от олигархических группировок Ахметова, в частности, Пирташа, все. А там уже большинство не Януковича, большинство уже у нас. Именно, кстати, поэтому Янукович не объявляет все случайное положение. Он, я думаю, не сможет получить большинство в парламенте уже в свою сторону. Он не вполне вот эту ситуацию контролирует. Сергей, тогда у меня, я понял, тогда у меня вопрос. Вот смотрите, какая история. Я вчера, ну я думаю, как и вы, да, вот мы, я полночи просидел там перед экранами и в планшете, да, наблюдая за событиями, которые вот разворачиваются в Киеве. И вот у меня такая мысль, она меня не покидала. Мне было интересно, как долго еще бойцы Беркута или же солдаты внутренних войск, хотя там были в основном офицеры, да, майоры, подполковники, как долго они готовы еще стоять под градом этих камней, под этими пулями, как долго готовы они терпеть, пока их там избивают этими бейсбольными битами, и при этом им не дают отмашку для того, чтобы они свернули шею этим ребятам. Им же это может надоест. И как только им это надоест, это будет означать автоматический конец Януковича. Может быть, я и ошибаюсь? Вы ошибаетесь, Роман. Объясню, так сказать. Давайте. С одной стороны, ваш вопрос совершенно понятен, но с другой стороны, вы должны понять о том, что они уже участвовали в этом противостоянии. Если к власти приходит оппозиция радикальная, то их всех посадят в тюрьму, возможно, убьют, их будут прессовать, избивать их детей, жен, так сказать, выгонять из квартиры, они все потеряют работу и так далее. Поэтому этот Беркут, эта милиция уже сражается не за Януковича, они сражаются уже за себя. Одна из грубейших ошибок оппозиции заключалась в том, что они начали лично прессовать семьи. Да-да-да, они же опубликовывали адреса там, да-да-да, где живут. Да-да-да-да. Поэтому Беркут уже сражается за себя, за свои семьи. Это катастрофа, катастрофическая политическая ошибка оппозиции, ну и, в общем-то, и курирующих, я думаю, их терушных полковников. Значит, они другую ошибку совершили, честно сказать, да, из которой они никак не могут выбраться. Эта глупость, так сказать, была американская, от которой начали были отползать Евросоюзов, в существенности немцы. Янукович боится проливать кровь. Это связано и с тем, что олигархи ему не позволяют. Я думаю, связано с его лично. Янукович глубоко религиозный человек. Поверьте мне, Янукович делает все, чтобы не пролилась кровь. Он делает значительно больше того, чем возможно, чтобы не пролилась кровь. Он балансирует на грани собственного самопожертвования такого, чтобы не пролилась кровь. Но они его загнали в угол. Ему прямо, так сказать, там говорят, все, тебе капец. Мы тебя уроем, так сказать. Урка, так сказать, да. Значит, мы тебя, так сказать, все, ты с президентом не будешь. Ни без всяких шансов. Самилиарда берем, так сказать. И тебя, вон, посадим в камеру, а может быть, даже и убьем. В этих условиях. Значит, Янукович, который очень хочет быть белым и пушистым. Очень хочет. Он оказался в ситуации белой пушистой кошки, загнанной в угол. Которую угрожают, так сказать, тут же пришибить. И он вынужден защищаться. Ну, хорошо. Поэтому он и пошел на это применение силы. Я понял. Еще один вопрос. Наверное, последний потом мы будем вынуждены прерваться. Сергей, вопрос такой. Вот если он оказался и здесь крайним, и тут крайним. С одной стороны, он находится под прессом. Значит, ребят, которые так называемая оппозиция. С другой стороны, там его сдают, там его собственные вчерашние приятели олигархи. И продолжают его прессовать. Может быть, плюнуть и уйти, в конце концов? Янукович не может уйти. Почему? Он будет уничтожен, в том числе физически. А прям физически? Прямо сразу физически? Ну, конечно. Вы же все же видят, что там неофашистские боевики, так сказать, и так далее. Это в том случае, если он останется в Киеве. А если он, допустим, уходит и переезжает, ну, я не знаю, в какой-нибудь неплохой город. Под названием, я не знаю. Ну, пусть это будет Брянск или Белгород, как вариант. Ну, Брянск, я не знаю. Его захотят здесь принять, если он все предаст, так сказать. А я не знаю, я вот у вас как раз об этом спрашиваю, Сергей. Я не думаю, что Янукович. Я думаю, Януковича будут готовы принять в том случае, если у него не получится. А если Янукович предаст, так сказать, если Янукович, так сказать, отдаст власть в руки неофашистских этих боевиков, ну, там, очевидно, уже дивизия СС Галичина формируется на Западе, да? Ну, да, они не скрывая, вон, они заявляют о том, что мы сейчас начнем новую партизанскую войну, если нас разгонят, будем разрушать, сжигать и продолжать там, собственно, отстаивать свою позицию, потому что нам терять нечего и отступать нам некуда. Это же, говорят, люди просто обычные, которые вот на площади независимости стоят. Да, я думаю, что если совершит он предательство, не особенно с ним захотят иметь дело. Ага, ага, понятно. Значит, да, но мы при этом поддерживаем. Кстати, Россия занимает максимально сейчас, вот она там критикует, Россия сейчас занимает абсолютно правильную позицию. Она старается и не вмешивается. Мы только постоянно подчеркиваем нашим западным, так сказать, коллегам, партнерам о том, что они совершают грубейшие ошибки, о том, что так, как они действуют, нельзя. И нам удалось много добиться. Мы смогли добиться политической изоляции тягнебока, по всякому, от внешней поддержки. Мы смогли добиться того, что Евросоюз занял более миролюбивую позицию. И мы сейчас в том числе должны работать с американцами, давить на них по всем каналам и требовать, чтобы они отказались от поддержки нефашистских боевиков. В конце концов, мы должны спросить, где знаменитое американско-еврейское лобби? Ну, вы говорите, что они себя проявили? Сергей, у нас 7 секунд, просто больше не могу. Вы говорите, что уже эти организации себя проявили и таким образом хотя бы отодвинули тягнебока? Уже хорошо. Сейчас у нас рубрика «Вне времени и новостей». Еще раз добрый вечер. Это радиофенам.фм. Частота 99,6. Мы продолжаем обсуждать ситуацию на Украине с нашими экспертами и с нашими слушателями. В студии Роман Бубаян я сразу хочу назвать телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию и высказать свое мнение по поводу того, что происходит сейчас в Киеве и других украинских городах. Это 65, 10, 99, 6. Ну и, естественно, код города Москвы 4, 9, 5. Ну, а мы продолжаем. Сейчас я хочу буквально еще несколько таких коротких новостей с пометкой «Срочно». Брюссель, 19 февраля. Президент Европейского парламента Мартин Шульц призывает все стороны конфликтов на Украине воздержаться от насилия и высказывается в поддержку введения санкций против Киева. В Украине, говорит Шульц, разворачивается трагедия. Права властей в отношении проведения подлинного диалога привел к возобновлению насилия и гибели многих протестующих и полицейских. Это глубоко шокирует и является неприемлемым. Необходимы срочные решительные меры. Дальше он говорит про меры. Нам Евросоюзу срочно нужна угроза надежных целенаправленных санкций против тех, кто участвует в нарушениях прав человека. Нам также необходимо надежное предложение финансовой помощи. Ситуация будет решена мирным путем и будет найдено политическое решение. Украинский народ заслуживает нашей поддержки. Президент Европарламента считает, что украинские власти потеряли всякую легитимность. Нынешние власти должны создать место для переходного правительства, национального единства и досрочных выборов для того, чтобы вернуть легитимность национальным властям. Еще раз повторю, это был президент Европейского парламента Мартин Шульц. Соединенные Штаты и ряд европейских стран также высказались по ситуации на Украине и призвали к немедленному прекращению насилия в стране. При этом в Вашингтоне и Брюсселе снова вернулись к вопросу о санкциях в отношении Украины. Те, кто отвечает за решения, которые ведут к кровопролитию в центре Киева или где-либо еще на Украине, должны считаться с тем, что в Европе придется переосмыслить свою сдержанность по вопросу о персональных санкциях. Это уже заявление главы МИДа Германии Франк Вальтера Штайнмайера. Одним словом, Соединенные Штаты и Европа всю вину за то, что происходит на Украине, возлагают исключительно только на власти Украины, на президента Януковича. Ситуацию на Украине мы сейчас обсудим с лидером прогрессивной социалистической партии Украины Натальей Михайловной Витренко. Наталья Михайловна, добрый день. Здравствуйте. Давно мы с Вами, как говорится, не виделись, не слышались и видите, что происходит за эти несколько дней. Вы сейчас где находитесь, Наталья Михайловна? В Киеве. В Киеве. Наталья Михайловна, что там сейчас происходит вот на данный момент? Ну что, идет война. На Украине гражданская война. Вчера уже сброшены последние маски, потому что оппозиция заявляла, что у них будет мирная демонстрация, мирно-хода на украинском языке к зданию парламента. И они будут просто оказывать, так сказать, поддержку своим депутатам, чтобы те отстояли вопрос о введении в действие Конституции 2004 года. Ну, первое хочу сказать, ввести в действие Конституцию 2004 года постановлением, которое внес Яценюк, невозможно. Это блеф, потому что процедура изменения Конституции выписана в самой Конституции. Это 13-й раздел Конституции. И там все расписано, как, если вы хотите изменить, какая должна быть процедура. Там должно быть несколько голосований в самой Верховной Раде, причем в двух сессиях, а не на одной сессии, не за один день. И должно быть соответствующее решение Конституционного суда. То, что предложил Яценюк, это просто афера. Но еще что интересно, это же новое их требование. Первое требование, когда они призвали людей на Евромайдан, я подчеркну, Евромайдан, это было требование подписания соглашения об ассоциации. С Евросоюзом, совершенно верно. Да, они требовали именно это. Потом они потребовали отставку правительства. Значит, правительство пошло в отставку. Они все время меняют требования. И я просто убеждена, если бы даже на это повелась Верховная Рада, и вчера бы, предположим, это постановление проголосовали по Конституции, это бы не остановилось. Появилось бы еще одно требование. Конечно, конечно, конечно. И меня удивляет, вот я слушала выступление вашего гостя в студии Леонида, понимаете, но это такая наивность, что собрались на Евромайдане просто хорошие люди, которые недовольны режимом Януковича. Да, абсолютно мирные, интеллигентные, как сказал Леонид Янукович. Мирные, интеллигентные. Вот я лидер оппозиционной партии. Я недовольна режимом Януковича. Я не буду за него голосовать на следующих президентских выборах. Я считаю, что он совершенно негодную политику проводит и внутреннюю, и внешнюю. Но подождите, это разные вещи. Одно дело, люди недовольны. И они имеют возможность это недовольство реализовать на выборах, отдавая голоса за другого кандидата. А другое дело, когда собираются на Евромайдане и закваску всего Евромайдана составляют неонацисты, боевики, террористы, которые к этой заварухе готовились несколько лет. Это не просто пришли наивные мальчики, они не знают как, что делать, ничего подобного. Это подготовленные боевики. Меня вообще потрясают еврочиновники, европолитики, которые приезжают в Киев, идут на Майдан и говорят, а мы не видели проявлений нацизма. Как же вы не видели, когда там с утра до ночи звучит лозунг «Слава нации, смерть врагам». Это что, соответствует европейским ценностям? Ну, наверное, да, Наталья Михайловна. Может, мы с вами просто чего-то не понимаем. Они много чего не видят, да, да. Знаете, я все-таки ученый, я как бы эти вопросы хорошо понимаю и знаю историю своей страны. Это чистый нацизм. Это осужденный мировым сообществом нацизм. Это не имеющий ничего общего с европейскими ценностями нацизм. И что я хочу подчеркнуть. На Майдане стояли троги. И стоят. Яценюк, Кличко и Тегнебок. И это получается очень легкое такое, знаете, легкое отмежевание. Ах, мы Тегнебока не признаем. Да подождите, так они же все вместе, втроем. Что, Тегнебока отказался Яценюк? Что, отказался Кличко? Ничего подобного. Они всю эту заваруху вместе организовали. И они несут полную ответственность за ту новую трагедию, которая вчера началась на Украине. Вы же смотрите, они сказали мирная демонстрация. И они собрали людей. Они призвали людей. По всем интернет-сайтам был их призыв. Приходите в 8 утра 18 февраля на Майдан. Мы пойдем к парламенту требовать изменения Конституции. Люди пришли. Многие, да, и есть наивные люди, которые почему-то верили, что изменение этой Конституции вообще решит все проблемы Украины. Ладно. Но, опять-таки, а кто пришел к парламенту и с чем? Мы послали своего корреспондента в нашей газете «Предрассветные огни» Владимира Марченко. Кстати, его там чуть не убили, потому что, когда его узнали, то ему кричали в лицо «Це Марченко – це ворох Украины». Вот их подход к инакомыслящим. И Владимир Марченко все заснял. Он заснял, как стояли в обороне парламента «Перкут» и внутренние войска. Они тихо, мирно стояли в обороне. И тут через институтскую, из крепостного переулка вываливает толпень, вооруженная арматурой, битами, ледорубами, в касках, в масках, со щитами. Потом оказалось у них и коктейли Молотова. И вот они начали давить на эту охрану парламента, и они развязали бойню. Они. Я просто возмущена еврочиновниками, возмущена до глубины души, возмущена американцами, этими политиками, конгрессменами, сенаторами. Ну как можно на черное говорить белое? Как можно не видеть, что они обманули эти террористы, эти боевики Евромайдана? Они все начали. И тогда у меня вопрос. Вот подождите. Сейчас требуют американцы, в частности тот же Маккейн, тот же Мерфи, тот же посол Паэт, значит, чтобы Беркут освободил улицы и внутренние войска тоже. Но на Майдане с оружием в руках собрались боевики. Мы, рядовые граждане Украины, жители Киева, кто нашу безопасность защитит? Этих же боевиков никто не убрал с Евромайдана. Если бы Яценюк, Кличко и Тернебок согласились бы с предложением Януковича, чтобы они отказались от радикальных этих всех элементов, а этих радикальных элементов нужно немедленно арестовать и изолировать от общества. Почему не арестовывают, Наталья Михайловна? Ну почему не арестовывают? Это же вот настолько очевидно, да, что нужно каким-то образом, я не знаю, действовать жестко, но не происходит этого. Но вы знаете, как фашисты, они же уже отработали эту технологию, фашисты в годы Второй мировой, и когда наступали, и когда отступали, они прикрывались детьми и женщинами. Они их держали впереди себя. То же самое на Евромайдане. Они призвали туда массу людей, там около 20 тысяч сейчас людей находится, из которых, конечно же, почти половина это женщины, много несовершеннолетних детей. И вот думать о штурме Евромайдана, тогда сразу возникает вопрос, а сколько же будет жертв невинных людей? Вот что сдерживает, я уверена, и Януковича, и Беркута. Потому что то, что там боевиков нужно схватить и арестовать, ну я думаю, это понимают все нормальные люди. Кроме того, это же не только уже в Киеве. Вы смотрите, что сегодня происходит на Галичи, нет. И в Тернополе, и в Ивано-Франковске, и во Львове, и сейчас уже и в Луцке захвачены здания областных администраций, опять захвачены помещения МВД, военные части. И вот по сообщениям из Львова, как минимум 150 единиц огнестрельного оружия находятся на руках у этих боевиков. Они забрали оружие. Они раздают своим подельникам. Это вооруженные люди. Это правда. Наталья Михайловна, у меня вот такой вопрос. Простите, я вас перебью. У меня такой вопрос. Вот смотрите, мы видели сегодня в эфире сюжет о том, что происходит во Львове, как они блокировали одну воинскую часть. И командир этой воинской части вышел, собственно, на переговоры с этими людьми, и он им говорит, я не могу вывести своих солдат и офицеров с территории военного городка, потому что там оружие. И нужно, чтобы это оружие кто-то охранял. Они на это ему говорят, нет, выводи всех своих людей, и за оружие отвечать будем мы. У меня такой вопрос. Наталья Михайловна, почему военные не могут себя защитить? Какая-то странная история. Я знаете, почему об этом спрашиваю? Я просто вспоминаю времена 90-х годов, там, конца 80-х, когда у нас вот в Советском Союзе начинали происходить там аналогичные процессы в разных республиках. Я помню, допустим, как в Азербайджане точно так же блокировали военные городки, и советская армия, не получая приказа, собственно, от своих командиров и от руководства страны, не открывала никакого огня. Туда заходили, грабили все эти оружейные комнаты, все вооружались, а потом начиналась гражданская война практически, которую остановить было уже невозможно. Что происходит сейчас на Украине? Почему они не защищают самих себя? Может быть, они просто боятся сейчас вступать в конфронтацию с этими людьми? Может быть, они тоже видят какую-то нерешительность власти и подразумевают, что эти ребята, которые сейчас пришли штурмовать там или блокировать их военные городки, и, может быть, это будущая власть Украины, и с ними они ссорятся, не хотят? Вот как вы считаете? Вот вы знаете, я думаю, здесь две причины. Предательство и трусость. Предательство в чем? Не секрет, что коррупцией поражено все наше общество. Воруют особенно высокие чиновники и начальники. И, значит, наворовали столько в руководстве армии, а американцы все это отслеживают и прекрасно знают, на какую болевую точку давить. И эти командиры боятся, что если они ослушаются американцев, а американцы все здесь контролируют, то они потом пострадают лично. Кроме того, трусость какая? Им же нужно принимать решение. И потом, действительно, это разъяренная толпа может наброситься на них, на их семью, на их детей, и они думают, зачем нам рисковать? И получается, что армия, вот я просто женщина, да, мирный гражданский человек, а армия, мужчины, вооруженные, обученные, они, оказывается, за себя постоять не могут. За себя. Они не могут защитить свои склады. Тогда, когда они должны понимать, это же не просто разграбленные склады. Это значит, что вывезенное оружие будет пущено против мирных граждан, оно будет стрелять. И я еще раз хочу подчеркнуть, что те ненацисты, которые под патронатом США, подчеркиваю, под патронатом США, все это развязали в Украине, они не скрывают своих планов. Они открыто говорят, Украина для украинцев, москалей на ножи. То есть они будут убивать, они будут уничтожать всех людей другой национальности. А вот здесь нам некоторые политики говорят о том, что, да вы что, ребята, на Майдане люди, которые собрались на площадь независимости в Киеве, они ничего против русских не имеют. Они относятся с любовью и с уважением. И что, ну что вы, ну как вы можете подозревать их в таких действиях? Я помню, когда приехали ребята из газеты «Завтра» и попытались зайти в мэрию. А потом они приехали ко мне в офис, брали у меня интервью. Так мы здесь чаем их отпаивали, потому что они говорят, мы ели, живыми, ушли. Мы столько услышали в свой адрес. Гадости, оскорблений, угроз. Они могут это сами подтвердить. Вот Юрий Котинок и другие. Кроме того, на Майдане вестит портрет Путина. Мы даже его не сфотографировали, потому что я считаю это неприлично. Те гадости, которые на нем написаны, как он разрисован, люди, которые относятся уважительно к братскому народу России. Это вот так с портретом нашего президента, который принял решение выделить транш, чтобы украинские пенсионеры, бюджетники, хотя бы получили пенсии и зарплаты. Да, о чем речь, конечно. Я понимаю. Наталья Михайловна, спасибо вам большое. Мы будем вас, наверное, в эти дни, если там все это не нормализуется, будем, собственно, просить выходить в эфир регулярно. Спасибо. Это была Наталья Михайловна Витренко, лидер прогрессивной социалистической партии Украины. Теперь два сообщения по линиям информационных агентств. Министерство иностранных дел Украины призывает представителей иностранных государств объективно смотреть на ситуацию в их стране. В этот решающий момент мы ожидаем максимально ответственную позицию международных партнеров Украины, прежде всего относительно недопущения действий, которые тем или иным образом могут способствовать дальнейшей эскалации внутреннего противостояния, говорится в этом заявлении. Особое значение на нынешнем этапе будет иметь решительное осуждение мировым сообществом всех проявлений экстремизма и твердая поддержка с его стороны усилий сторон политического процесса, направленных на прекращение вражды и возобновление переговорного процесса, подчеркивают в МИДе. И уже, можно сказать, есть ответ сразу на обращение МИДа Украины. В Европейской комиссии еще не могут сказать, какие именно санкции будут введены в отношении ответственных за насилие на Украине. Решение будут принимать государства-члены ЕС, это говорится в заявлении, которое сделано в своем брифинге представитель Европейской комиссии Алехандро де Асанза Муньос. Отвечая на вопрос журналистов о том, какие именно санкции будут применены, он сказал, что они будут носить ограничительный характер. У ЕС есть основные принципы, которые могут быть применены, есть набор инструментов. И сейчас проходит заседание Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, поэтому я не могу пока еще точно сказать, какими именно будут эти санкции. И еще один ответ на обращение на просьбу, можно даже так сказать, Министерства иностранных дел Украины. Премьер-министр соседней Польши Дональд Туск заявил в польском парламенте, что будет ставить вопрос перед ЕС о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, причастных к эскалации насилия в Киеве. На встрече с главами государств и институций ЕС мы поднимем этот вопрос, заявляет Туск. Санкции будут индивидуальными и финансовыми. Вот очень мне нравится всегда заявление о том, что санкции будут финансовые и будут адресными. Что имеется ввиду? Значит, я так понимаю, что, наверное, какие-то санкции финансовые будут применены в отношении всех руководителей Украины, может быть, и самого президента Виктора Януковича. Это значит, что деньги Януковича находятся на территории Европейского Союза и, соответственно, к ним действительно можно применить какие-то санкции. Да, и вот это вот очень многие эксперты, собственно, об этом и говорят. Когда обсуждается вопрос, почему Янукович на протяжении такого длительного промежутка времени не предпринимает никаких решительных действий для того, чтобы нормализовать ситуацию на Украине, в Киеве, особенно вот то, что происходило там вчера и сегодня ночью, ну это же был просто какой-то кошмар. Там все, кто наблюдал за этими событиями, говорили, что это уже, ну, за гранью всего. То есть убивают людей, трупы лежат на Крещатике, возят станции метро. Ну что это такое? И президент говорит все время о каких-то переговорах, понимаете? И параллельно идут разговоры вот об этих самых санкциях. Именно поэтому, видимо, власти Украины не могут, собственно, решиться на какие-то решительные действия. У нас на связи Дмитрий Балкунец, политолог. Дмитрий, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну скажите, пожалуйста, вот что вы думаете по поводу событий на Украине и как вы думаете, они будут разворачиваться дальше? Мне просто хочется понять, чем все это может закончиться. Что я думаю по поводу событий в Украине? Я думаю тоже, что все люди здравомыслящие о том, что это просто недопустимо такие вещи делать. То, что происходит в Украине, я думаю, что ответственность лежит в первую очередь на президенте Януковича, который совершенно показался безответственным политиком, который не в состоянии навести порядок в стране. На оппозиции, которая показала себя совершенно неловкой в стране, она просто ведется безобразно. И я считаю, такая оппозиция просто не в состоянии управлять государством. Майдан, который мы наблюдаем уже третий-четвертый месяц, стояние на площади, я бы разделил на две части. Это мирный Майдан, это люди-романтики, которые мечтали жить в Европейском Союзе, там, европейские ценности и так далее. Но, с другой стороны, есть провокаторы очевидные, боевики подготовленные, которых мы видим с готовыми там щитами, с битами, с масками. И нам говорят, что это... С винтовками, с оптическим прицелом, с пистолетами. Да, пистолеты, народное восстание. Какое народное восстание? Дома хранили гранаты шмолы, откуда они гранаты взялись? А откуда в таком количестве жидкость вот этого вот, коктейля молотого? Жидкость, бензин, кто-то там, я даже не знаю, на фейсбуке люди пишут. Бензин купили на заправке, залили там, тряпочку засунули, сделали коктейль молотого. Ребята, надо морально к этому быть готовым, чтобы это делать. Вот. Очевидно, что была подготовка велась. И в этой связи, я считаю, вина лежит переживший на Янукович, который, зная об этом всем, ничего совершенно не предпринимал для того, чтобы противостоять этому и не допустить этих агрессивных людей на площадь и так далее. Их можно было блокировать и арестовывать и так далее. Он этого ничего не сделал. Дмитрий, вот здесь на 100% с вами согласен. Вот когда все разворачивалось еще на улице Грушевского, я удивлялся. Я говорил, слушайте, вы посмотрите, что происходит. Уже который месяц горят покрышки. Конечно. У меня вопрос. Арестовать медленно всех. Откуда в таком количестве эти покрышки? Их подвозят. Хорошо. На улицу Грушевского там 2-3 улицы выводят. Но блокируйте эти улицы, останавливайте все эти машины, которые везут покрышки или же бензин. Это в том случае, если вы действительно хотите положить этому конец. Мирные акции, никто не против мирных. Выходите, миллионы людей, выходите. Примерные акции, но при чем тут насилие? Вы убиваете своих граждан, своих соседей, братьев, сестер. И они в итоге настроили страну друг против друга, запад против востока. Киевляния между собой воюют. Беркут. Но Беркут не виноват же, что он Беркут обработает или где-то служит в частях. А почему они должны от этого страдать? Из-за того, что политики делят власть или какие-то зоны ответственности финансовые состояния. Дмитрий, а вот такой вопрос у меня. Если Янукович виноват в этой ситуации, если оппозиция виновата в этой ситуации, ну тогда что? Тогда, ну что тогда? Где этот выход? Выход Украины еще 20 лет. 20 лет Украина показывает себя в качестве вот такой постоянно протестующей стороны, которая решает свои все вопросы на Майданах. Она в 2004 году не могла выборы нормально провести, вышли на Майдан, слава богу, мирной. Сейчас снова вышли на Майдан уже с трупами. Но это беда Украины. Они не могут решать вопросы, которые решаются в парламентах страны. На открытых каких-то заседаниях во время круглых столов они решают их на улице протестом. Это показывает, что государство фактически является полусостоявшимся государством. И оно не в состоянии контролировать ситуацию в стране. Прежде всего, не контролирует ситуацию совершенно. И это, мне кажется, беда Украины в этом случае. И мы видим, что Украина фактически в том контексте, в котором она сейчас движется, она, к сожалению, движется к распаду. Это будет трагедия для всего региона, потому что это будет фактически Берлинская стена, когда одна страна, которая там прожила уже больше несколько десятилетий в таком составе, она будет разделена колючей проволокой. И это, конечно, будет беженцей и так далее. Этого, конечно, нельзя допустить. Я понимаю, а как вы думаете, вот кто в этом распаде может быть заинтересован? Вот Россию обвиняют в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела Украины. Россия совершенно в этом не заинтересована. Иметь под боком такую страну, которая постоянно будет воевать с натянутой проволокой, с беженцами, и Россией совершенно невыгодна, очевидно. И это невыгодно ни Польше, никому, я считаю. В этой связи есть просто, наверное, группа каких-то отморозков, которые заинтересованы в таком кровопролитии, которые взяли в руки оружие, вместо которых в тюрьме. Нет, я думаю, что если бы такие события развивались в Берлине, в Лондоне, в Париже, безусловно, порядок был бы наведен в течение нескольких часов. Но я в этом даже не сомневаюсь. Они просто показывают свою гидеоспособность, подставляя военных людей под пули и так далее. И в том числе мирные граждане, естественно. Они тоже страдают от того безобразия, которое творится в Киеве. Да не то слово, страдают. Метро не работает, общественный транспорт не работает. Люди, которые жили в центре города, там, я знаю, вот у меня много знакомых там жили, на Крещатике, и в том числе даже в доме, там, вот, где гостиница, вот это, казачий, готель казачий, да. Ну, уехали. Они же уехали оттуда, они там сейчас не живут. Бизнес не работает. Да, безусловно. Ничего не работает. Вина Януковича, которую я вижу, вина в том, что он узурпировал власть. Когда, помните, после 2004 года пришел Ющенко, был там найден консенсус по поводу передачи полномочия от парламента к президенту. А когда вернулся снова Янукович, он попытался власть узурпировать. Это, конечно, тоже дало серьезный отпечаток, наложило на ситуацию в Украине. И арест Тимошенко тоже повлиял очень серьезным образом на то, что происходит. Потому что, фактически, Янукович посадил в тюрьму своего оппонента. Первого оппонента, и он потом что-то боится, он трус реально. Так себя вести президент просто не может. Если ты президент, отвечаешь за это. Тебе не нужно советоваться ни с Путиным, ни с Обамой. Отвечай за свою страну. Ты президент. Тебе дали право управлять страной. А ты бездействуешь просто. Ну, вот смотрите. Хорошо, ладно. Янукович, там, как говорится, с ним тоже все понятно. Потому что очень многие эксперты сходятся именно в том мнении, которое только что озвучило. Мне даже, кстати, непонятно, почему Украина два раза совершила ошибку и проголосала за человека с двумя уголовными прошлыми. Это вообще безобразие. Как граждане так голосуют, я не понимаю. Ну, голосуют, вот так вот голосуют. Они в четвертом году проголосовали, да? А потом Янукович, да, потом Янукович под давлением вот этой оранжевой всей истории на Майдане, которая собралась, да, был вынужден пойти на перевыборы, проиграл. Но потом, спустя время, да, снова же проголосовали за него. Отлично. Не сделал никакие выводы, причем Янукович, заметьте. В отличие от Ющенко. Ющенко более-менее умел держать какой-то консенсус и не допускал подобных вещей. Да, Дмитрий, но меня тут удивляет даже не столько Янукович, Ющенко и все остальные, меня удивляют непосредственно сами украинцы. Потому что, ну, взяли, проголосовали за человека, за которого вы еще там спустя несколько лет голосовать не хотели. И вы голосовали за Ющенко, я помню, я стоял на Майдане, да, и разговаривал вот с ребятами все одетыми в оранжевые курточки. Я говорю, ну, подождите, вы что думаете, что завтра по мгновению волшебной палочки, как только Ющенко станет президентом, сразу все нормализуется. Они говорят, нет, мы не столько за Ющенко, сколько против Януковича. То есть вот такой был настрой. А потом раз и снова проголосовали за Януковича. Дмитрий, у нас просто уже не остается времени. Спасибо вам большое. У нас буквально полминуты. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, конечно, правых в этой ситуации нет. Что-то нужно делать. Я не понимаю, если честно, что. Власть должна каким-то образом все-таки себя проявить. Потому что, если она себя не проявит, вот эти события нам покажутся просто, я не знаю, детским садом. Страна может войти в гражданскую войну, из которой она не выйдет. В лучшем случае она выйдет, разделившись на Украину-1 и Украину-2. А в этом, как вот сказали там наши эксперты, никто не заинтересован. Ну и я не понимаю, почему Янукович должен уходить. Потому что, если он сейчас уйдет, завтра придет кто-то другой, он тоже не понравится. Снова на Майдан, что ли? Спасибо всем. Это было радио Финам-ФМ. Мы продолжаем работу в прямом эфире.